Захарова осудила критическую позицию США по ВОЗ. Ну, правильно, я так понимаю, они туда в Всемирную Организацию Здравоохранения вот этой бабе что-то там отслюнявили, да, там все нормально, какие-то вопросы порешали, а тут, значит, Трамп очень негативно отзывается, мало того негативно отзывается, денег не хочет давать. Зачем Трамп-то? Трамп, он может негативно отзываться о ком угодно, но он президент США, он не просто Трамп. Если он негативно отзывается об ООН, это сразу же на эту сумму негатива уменьшается денежка, которые присылают Соединенные Штаты в ООН, они присылают больше всех. Да, если о Всемирной Организации Здравоохранения плохо отозвался, то он же сразу же сокращается. Так что, Русиёк этот иссякает, поэтому, конечно, Захарова очень сильно, так сказать, напряглась. Ну, есть команду, или ты давай там что-нибудь ори, она орёт. Ну, от того, что она орёт, что, Трамп денег больше даст? Нет. Ну, выпустили опять эту Захарова, и она тут вместе с Лавровым весь вечер на арене, Лавров обсудил с премьером Палестины борьбу с коронавирусом. То есть, туда отправили не пойми чего, но я так понимаю, что маски, ИВЛ и так далее, и так далее. А теперь Лавров обсуждает после того, как отправили. Значит, ещё отправят. Россия направила самолёт с помощью в Боснию герцоговин. Я уже сбился со счёт. Это ещё получается уже 14, да, государств, которым помогает Россия. Просто я не понимаю, что сейчас. Просто не понимаю. То есть, Россия настолько богата, что может помогать всему миру, даже Соединённым Штатам. Хотя в США всё продали. Я имею в виду все эти средства защиты, ИВЛ и так далее. При Совке тоже всем помогали, а население было нищее. Ну, да. Но при Совке-то голодных не было. При Совке много других вещей не было, которые сейчас есть. Не было супербогатых подонков, у которых яхты стоят в Гольф-Жуане, в заливе Жуан. Да, они рассказывают о том, что надо кушать там 125 грамм хлеба. Такого при Совке не было. А сейчас есть. Продолжение следует. Продолжение следует.